Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам о недорогих, но очень качественных вентиляторах. Один из них будет напольный вентилятор, второй настольный. Напольный вентилятор диаметр лопастей 40 сантиметров. Такой большой достаточно. Напольный вентилятор фирмы Элленберг. Это Китай. Настольный фирмы Вес. Скорее всего тоже Китай, но покупался якобы как испанский. Покупался лет 15 назад. Этому вентилятору лет 5. Тем не менее они оба очень бесшумные и хорошо выполняют свою работу. Вот послушайте уровень шума. То есть вентилятор абсолютно не шумит. Единственное, может быть сейчас ветер будет задувать микрофон. Что один, что второй вентилятор. На третьей скорости не издают никакого шума. Вот это третья скорость. Более того, вентилятор Элленберг еще имеет таймер отключения. Вот здесь вот можно настроить, чтобы он выключился, например, через 20 минут, через 30 и через час автоматом. Ставите? Очень удобно. Вот можете посмотреть полное название модели. Это Элленберг. Я его, друзья, могу от души порекомендовать. Я так понимаю, что вот его название. Как и все вентиляторы, которые ставятся на пол, он имеет запас штангу выдвижную где-то сантиметров 50. И также он может наклоняться вверх-вниз. Вот здесь вот регулятор есть сбоку у него. Вот здесь вот сбоку регулятор. То есть его можно наклонять вверх и вниз. И соответственно он вращается влево-вправо или не вращается. Вот с помощью этого штырька. Кстати, если будете брать вентиляторы, которые влево-вправо вращаются, важно, вот вверх штырек не вращается, вниз вращается. Вентиляторы, у которых штырьки завинчиваются, во время работы он развинчивается и вентилятор перестает вращаться. Это в основном только русские так делают. Китайцы и западные фирмы делают более грамотно. По поводу второго вентилятора веса. Послушайте, как он работает. Особенно-то говорить не о чем. Вентилятор и вентилятор. Факт то, что подшипник много лет работает, никаких сторонних звуков не издает, только шум ветерка и все. А вот про Элленберг тут еще вот одна такая фишка мне очень понравилась. Очень удобно снимается сеточка. Прям легко-легко отгибается и можно сеточку снять. И также защелкивается. Вот четыре зажима. То есть на сетке. Так что прям действительно очень удобно все сделано. Все сделано по уму. Вентилятор 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 Следующим по счету в данном ролике вентилятором будет вентилятор фирмы Кроун. Это китайская компания. Весьма достойный вентилятор. Очень тихо работает, пашет без перерыва. Это наша рабочая лошадка. У него как у всех стандартных вентиляторов три скорости. Три режима. То есть бесшумно все четко. Вот вид вентилятора сзади можете посмотреть его название. Регулировка вверх-вниз, ну и соответственно влево-вправо. У данного вентилятора есть еще такая функция, как включение лампы. Вот она. Это вероятно, чтобы ночью в темноте вы на него не наткнулись, если вы его на ночь оставляете. Не знаю, насколько она нужна. Вентилятор еще раз говорю тихий. Вполне можно брать. Дует очень хорошо. Диаметр лопастей 40 см. Стандартный для напольных вентиляторов. Из недостатков. У вентилятора кроун за несколько лет полетело вот это вот крепление штанги пластмассовое, которое вам поднимается. Поэтому поднять его сейчас нельзя. И также ножки у него, если у Эйленберга подставка, такие вот железные ножки, естественно, вот эти вот пластиковые штуки имеют свойство вылетать. Вот на одной из ножек она вылетела. Непосредственно к самому же, вот этому вот блоку основному, то есть моторчику и лопастям никаких нареканий нет. Лопасти здесь широкие, в отличие от вентилятора Эйленберг. Я не скажу, что они лучше дуют или хуже, они просто другой формы. Вот третья скорость, еще раз. Ну, послушайте. Шум ветра слышен, а так все очень даже достойно. Покупки я его вам рекомендую. Это, пожалуй, последний в обзоре из недорогих вентиляторов, но очень хороших, которые можно смело покупать. Остальные либо шумят, либо быстро выходят из строя. Поэтому, ну, не все, но большинство из дешевых фирм. Также, друзья, к сожалению, вам не могу показать вживую. Очень рекомендую вентилятор Xiaomi Solo Descope Fan F5. Вот так вот он выглядит. Это небольшой вентилятор, но он тоже бесшумный. И он дует хорошо, практически как с лопастями большого размера. Ну, вы должны понимать, да, что он небольшого размера, этот вентилятор. Поэтому, конечно, ну вот тут можно представить, какого он примерно размера, да. По-моему, сейчас я вам по характеристикам скажу. Размер лопастей у него сантиметров 15, наверное, будет. Как-то не очень тут много характеристик написано. Но у него лопасти небольшие, по-моему, сантиметров 15, не помню я. И, друзья, также важная информация, надо сказать про Xiaomi, что к Xiaomi вот эти вот маленькие вентиляторы, они не совсем обычные. В них встроен аккумулятор. Они могут работать либо от USB, либо от адаптера телефонного, у которых есть, естественно, выход USB. Но, опять же, они не напрямую в розетку втыкаются, а только через адаптер. Можно от пауэрбанка включить. Батарея. Вот именно у данной модели 4000 мА, но они все разные. Время работы пишется от 3 до 12 часов автономный. Ну, удобно чем? Допустим, пошли на кухню готовить, взяли его, у него же без всякого провода можете подключить, что-то приготовили, на час-полтора вам хватит. Вообще, народ пишет на такой же модель, только там две скорости у модельки, что на первой скорости ее хватает на 5 часов где-то работы автономной. По идее, так же воткнули в розетку, как обычный вентилятор, и он будет у вас пахать. Он небольшой для маленьких комнат, но, тем не менее, тоже весьма тихий и весьма сильный обдув. Это немаловажно для таких маленьких вентиляторов, поэтому присмотритесь к Xiaomi, да еще и автономные. Цена у них где-то у всех около от полутора до двух тысяч рублей. Вот у таких вот. Они разных цветов. Белые, розовые, черные. И очень хороший вентилятор, который я могу порекомендовать, это вентилятор Scarlett. Вот он в пик жары, стоит две тысячи рублей. Ну, так он даже чуть-чуть подешевле. У него мощность 30 ватт, 30 сантиметров. То есть, вот как вентилятор, который вы перед этим видели, вентилятор вес. Он точно такого же размера, у него тоже три скорости. И по отзывам все очень довольны. У людей работает без выключений, пишут, и не шумит. Никаких звуков, кроме легкого ветерка, не издает. Так что тоже могу его вам порекомендовать. Это из дешевых. Из дорогих моделей, конечно, можете брать любые вентиляторы. Особенно хороши это Philips. Пожалуйста. Но они будут стоить уже не две тысячи, а четырех тысяч, начиная. Такой небольшой обзорчик про вентиляторы. Ибо сейчас это насущная тема. Все. Спасибо за внимание.